шаббат шалом дорогая община давайте мы встанем помолимся времени мало барухата адонай элвейном элыха олама шер бахар бамом и коли амим венутан лану это рато барухата адонай на тену тарам благословен ты господь бог наш царь вселенной избравший нас со среды народа федоровавший нам тору благословен господь дающий тору амин значит нынешняя недельная глава называется цав буквально прикажи содержание следующие значит повеление о том чтобы постоянно горел огонь на жертвеннике помните такую фразу гори гори ясно чтобы не погасло вот это про этот случай про пепел жертвы всесожжения законы мучных приношений приношение первосвященника законы приношения за грех законы повинного приношения законы мирного приношения и доля священников во всем этом дальше идет облачение священников и принесения жертв читая нынешнюю недельную главу я обратил внимание на такую интересную деталь ну мы знаем что еще воплотил в себе все жертвы да и вот так вот если задаться вопросом на вскидку вот вот конкретно в чем это выражалось каких моментах его служение это проявилось как это сейчас в нашей жизни реализуется я вам скажу детали просто немерено мы обычно не очень задумываемся мы говорим он это наша совершенная жертва но вот когда читаешь и вникаешь детали это просто поражаешься насколько действительно все взаимосвязано вы знаете я убежден что мессианское движение она призвана наладить мосты взаимоотношений между израилем и христианством историческим традиционным и я вам скажу когда мы исследуем писание проводим параллели поднимая еврейскую суть новозаветных писаний я думаю что мы тем самым помогаем тем евреям которые еще не приняли и шо увидеть и шо в новом зави новозаветных писаниях и принять его как своего мессию и мне очень радостно когда бог показывает такие параллели значит давайте прочитаем левит 6 глава с 24 по 29 стих и сказал господь моисею говоря скажи аарону и сынам его вот закон о жертве за грех жертва за грех должна быть заколаема пред господом на том месте где заколается всесожжение это великая святыня священник совершающий жертву за грех должен есть ее она должна быть съедаема на святом месте на дворец киней собрания все что прикоснется к мясу ее осветится если крови и и обрызгана будет одежда то обрызганная а мой на святом месте глиняный сосуд в котором она варилась должна разбить если же она варилась медном сосуде то должно его вычистить и вымыть водой весь мужской пол священнического рода может есть ее это святыня великая что я обратил внимание в этом месте все что прикоснется к мясу ее осветится то есть когда мы принимаем причастие греческое слово которое переводится на русский как причастие евхаристия буквально она означает как благодарение и постольку поскольку еще все таки действительно совершенная жертва воплощающая в себе все жертвы мы не можем в нем вот как-то так вот разделить вот это все но рассматривая разные грани разные стороны разные места писания описывающие то что он сделал мы можем увидеть вот эти детали элементы когда он заповедовал сказал ешьте это плоть моя мы прикасаемся к этому мясу мясу жертвы за грех и мы благодаря этому получаем реальное очищение и освещение и дальше момент глины глиняный сосуд в котором она варилась должна разбить еще сойдя на землю принял такое же тело как и мы а наши тела глиняные сосуды и его тело было фактически разрушена для того чтобы вот та благодать которая в нем разлилась на все человечество на каждого желающего принять его спасение его милость дальше дальше идет описание я сейчас привожу момент из описания жертвы мирной или вот она называется шломит буквально ну а корень этого слова шалом и в разных еврейских переводах она также переводится как жертва благодарения за за благосостояние ну то есть грубо говоря вот если у меня все хорошо я мог выразить свою благодарность богу тем что я приходил и приносил жертву мирно она была добровольной в отличие кстати от жертвы за грех и тут есть тоже интересные детали это левит 7 глава 20 21 если же какая душа имея на себе нечистоту будет есть мясо мирные жертвы господней то истрепиться душа та из народа своего и если какая душа прикоснувшись чему-нибудь нечистому к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду будет есть мясо мирная жертва господней то истребиться душа то из народа своего то есть если человек хотел принести это но он был ритуально нечист для него принесение этой жертвы она была смертельно опасным а теперь давайте почитаем что об этом говорит новый завет это у нас 1 коринфянам 11 глава с 23 по 32 стих апостол павел пишет ибо я от самого господа принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь которую предан был взял хлеб и возблагодарив то есть благодарение шло до преломил и сказал примите идите сие из тела мое за вас ломимая сие творите в мое воспоминание также и чашу после вечерей и сказал сия чаша есть новый завет в моей крови сие творите когда только будете пить мое воспоминание ибо всякий раз когда вы идите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господню возвещаете доколе он придет посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней до испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто есть и пьет недостойно тот есть и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем от того многие из вас немощны и больны и немало умирает ибо если мы судить судили бы сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не были осужденными с миром обратите внимание контекст павел говорит что он непосредственно от и шо получил откровение о при ломах либо преломлении об евхаристии и он тут ничего нового не придумывает он просто понимает истинное значение этой жертвы как она была раскрыта когда-то в торе и он видел огромную опасность когда человек приходит чтобы поблагодарить господа а приходит в нечистоте какую сая написано что празднование и беззаконие бог с этим мириться не будет и мы должны действительно исследовать себя свою жизнь свои сердца прежде чем прийти и поблагодарить господа за то что то есть истинная благодарность богу это благочестие в нашей жизни которого ожидает бог и смотрите еще интересный момент как параллель значит дополнительное чтение из пророков на этой неделе это пророк иеремия и вы наверняка читали в новом завете тоже фразу такую хвалящийся хвались господом да но когда мы обращаемся непосредственно к тому месту откуда было взято это процитировано то там она ну вот очень так вот ну очень сильный смысл такой это иеремия 9 глава с 20 по 24 стих значит контекст этого израиль по сути в отступничестве это канун изгнания израиля из ну из своей земли еврейского народа и через пророка иеремию бог возвещает суд возвещает наказание и говорит что наказание будет очень страшно и никто его не избегнет и он указывает вот какими должен обладать качествами человек чтобы избежать этого наказания то есть я вижу что это полностью вот в контексте того что если мы благодарны богу мы должны жить в чистоте значит иеремия 9 глава 20 24 итак слушайте женщины слова господа и да внимает ухо ваше слово уст его и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням ибо смерть входит в наши окна вторгается в чертоги наши чтобы истребить детей с улицы юноши с площадей скажи так говорит господь будут повержены трупы людей как навоз на поле и как снопы позади жнеца и некому будет собрать их так говорит господь да не хвалится мудрой мудростью своей да не хвалится сильной силой у своей да не хвалится богатый богатством своим то есть идет речь о том что наказание должно было быть настолько сильными неотвратимым что и никто из перечисленных не мог спастись уповая на то что у него было но хвалящийся хвались тем что разумеет и знает меня что я господь творящий милость суд и правду на земле ибо только это благоугодно мне говорит господь то есть действительно на эту землю грядет суд божий и если мы не будем знать его не будем ходить его путями то мы не избежим этого наказания не богатый уповающий на богатство не сильный уповающий на силу и не мудрый уповающий на мудрость но только тот кто знает господа кто ходит его путями вместе с ним тот действительно сможет пройти это а вот этот вот момент ибо смерть входит в в наши окна вторгается в чертоги наши чтобы истребить детей с улицы юноши из площадей знаете в преддверии песоха это слово очень актуально на самом деле дьявол ходит как рыкающий лев еще кого поглотить и если мы свою жизнь не помажем кровью и шо косяки дверей косяки окон если мы не приведем свою жизнь в порядок то есть сейчас как раз время исследовать свою жизнь и действительно стать теми самыми опресноками кто находит себе какую-то закваску бегите господу чтобы он очистил погружайте себя в огонь духа святого для того чтобы он действительно эту закваску предотвратил чтобы мы стали теми опресноками потому что смотрите момент какой евреи выходя из египта они не делали такое тесто как делается сейчас это была обычная закваска она осталась без квасной потому что не успела вскиснуть и попала в печь где стала мацой но закваска в ней было просто она очень быстро попала в печь понимаете и мы также хотя еще в этих телах мы можем в себе иметь закваску но чтобы она не успела вскиснуть мы должны бежать к богу и в него погружаться и он нейтрализует и сохраняет нас вот этими опресноками в себе я хотел бы сейчас накануне песаха помолиться за израиль за то чтобы израиль исследуя места описания связанные с песахом действительно увидел там и шо как мессию как своего спасителя в котором единственном есть настоящее спасение потому что он наш щит он наша защита и он наше спасение отец небесный дорогой господь мы благословляем твое святое имя и ходатайствуем сейчас за народ твой израиля за наших братьях в вишу боже мы просим тебя пожалуйста прикостись к сердцу каждого еврея и в это время когда они исследуют свои дома в поисках хамеца чтобы они таки духом твоим святым будучи наставляемые обличаем и обратились к исследованию своего сердца и своей жизни обратились вернейшим пророческим писаниями следовали их и нашли там и шо своего спасителя боже мы просим тебя снимай пожалуйста покрывало с их разума из нашего разума если мы где-то чего-то не понимая боже чтобы мы действительно стали единым народом чтобы мы действительно стали народом священников светом этому миру и солью для этой земли в имя и шо амин